Добрый день, дорогие мои подписчики! Добрый день, дорогие друзья! Два дня нас не было в эфире, мы ничего не снимали. Прежде чем начать сегодняшнее видео, я бы, конечно, в первую очередь хотел поблагодарить подписчицу нашу Юлию Тян за то, что она оказала нам материальную помощь, вот честное слово, подарок, да. Но я, честное слово, я вот, когда мы только начинали снимать, я вообще не знала, что такое Ютуб, и что люди, оказывается, не только могут писать друг другу, но даже еще и материальную помощь и подарки присылать. Но, Юля, в любом случае, большое-большое вам спасибо! Теперь, значит, хочу ответить тем, кто беспокоился, уже нам прислали отзывы, почему мы не выходили в эфир. Вот скажите, пожалуйста, глядя сейчас на меня, я похожа на человека, которая вчера перенесла серьезную операцию. Да, это вполне серьезно. Да, действительно, я перенесла серьезную операцию. Но обо всем по порядку. Дело в том, что на прошлой неделе, среди ночи, я почувствовала такую резкую боль в животе, отчего я проснулась. Эта боль такая была резкая, мучительная, но, правда, она была недолго, где-то минут, может быть, 7-10, вот так. Я с боку на бок переворачивалась, я подушку к животу прикладывала. В общем, боль постепенно утихла. Ну, и прошла, и прошла боль. Я, значит, не придала вообще значения тому. Прошло буквально дня три, наверное, все было нормально. А вот в понедельник утром я еще в постели почувствовала себя плохо. Опять у меня болит живот, и я мужу говорю, что у меня что-то с кишечником. У меня, наверное, непроходимость кишечника. А он говорит, нет, при непроходимости кишечника там совершенно другие симптомы. Значит, в первую очередь, конечно, он меня спросил про туалет, я ему сказала. Потом там возрастает резкая температура, боли страшные, что человек чуть ли не сознание теряет. У меня всего этого ничего не было. Потом, значит, мы с ним вдвоем предположили, а может быть у меня... Почему? Боль была в правой половине живота, ниже пупка, в правой половине. И, ну, мы предположили, а может быть это что-то с почками. Тем более, что лет 20 тому назад при обследовании мне уже там, в Таразе, это было лет 20 тому назад, мне сказали, что у меня камни и в желчном пузыре, и в почках. Ну, в желчном пузыре я, в общем, удалила, мне желчный пузырь вообще вырезали. Вот, и хотели сделать лапароскопию, но когда они туда залезли, оказалось, что желчный камень был в желчном пузыре один величиной со спичечный коробок. Почему я это так говорю? Потому что после операции мне на память отдали эти камушки. Вот, и хирург принял экстренное решение, значит, не лапароскопию удалять мне, а разрезать, значит, мне эта полость. И вот так мне удалили с желчной. Ну, и я, конечно, во время приступа, вот позавчера, вчера я так подумала, а может быть это с этим связано или что. В общем, мучилась, уже не вставала, лежала все время, не могла вообще на правый бок лечь, были адские боли такие. Потом дочь моя не выдержала и срочно позвонила внуку. Дело в том, что только внук может меня отвезти в клинику такую, в корейскую, и только он может общаться с врачами. И он отпросился с работы, приехал за мной, мы поехали в эту клинику. Поехали, и сразу внук меня записал к гастроэнтерологу. Ну, раз кишечник болит, значит, что-то вот это с пищевыми этими органами, что ли, связано. И что вы думаете? Я почему сегодня решила вам это все рассказать? Не потому, что я себя сейчас хорошо чувствую, допустим, и не потому, что это моего здоровья касается, а потому что то, что я вчера пережила, это, вы знаете, это очень дорогого стоит. Ну, короче, нас записали к гастроэнтерологу, мы там подождали. Внук меня везде сопровождал, как маленького ребенка меня за ручку по кабинетам водил. И гастроэнтеролог выслушал нас, назначил мне все анализы, какие нужно было. И анализ крови, анализ мочи, рентген, потом, значит, компьютерную томографию. Ну, все, что нужно было, все он это, в общем, назначил. Мы бегали там по кабинетам, бегали, значит, на второй, на первый этаж, на второй, на первый этаж. Благо, там лифты, конечно, в общем, не тяжело было это все. Столько мне вот, до сих пор у меня вот они, видите, вот эти вот, брали у меня кровь отсюда, вливали мне, и вот тут у меня, и вот тут у меня вот это все. Но они такие молодцы, эти медсестры, что вообще, вообще не больно было. Внук переживает кожан. Больно? Больно? Я говорю, господи, да я не такую в жизни боль переживала, ничего страшного, говорю. Ну, ладно. В общем, мы все анализы прошли. Меня в первую очередь удивила вот атмосфера этой больницы. Там народу было немало, много. Мы поехали где-то уже после часа дня. Они до полвторого, у них у всех обед, мы до полвторого подождали, и все. И началась вот эта вот беготня по кабинетам, и это сдача анализов. И что вы думаете? Вот мы, когда, я так привыкла по жизни, мы когда сдаем, например, анализ крови, анализ мочи, говорят, лаборатория принимает анализы с 8 до 10 утра. Вот люди приходят, приносят, значит, в баночках мочу эту, складывают ее в эти коробочки, потом, значит, из пальца там или из вены берут кровь, смотря какой анализ. Потом говорят, после трех часов придете за анализами. Вот мы едем домой, после трех часов опять хорошо тем, кто рядом живет, а тем, кто далеко, или, например, такая вот, как я, которым тяжело уже ходить, опять надо такси нанимать, ехать за анализами. Меня вот это в первую очередь удивило. Никаких нам бумажек не дали. Вот взяли кровь у меня из вены, и все, и мы вышли из кабинета. Пока мы дошли до кабинета гастроэнтеролога, заходим к нему, у него компьютер перед ним стоит, все мои анализы у него уже в компьютере, все готово, он ни о чем больше нас не спрашивал. Он в компьютере смотрит там и говорит, вот у вас то-то, у вас то-то, у вас то-то, и в конце концов выносит вердикт, что нашей болезни у вас нету, все у вас, все нормально, давление там измерили, ну все, все, что нужно было. И говорит, но рентгеновский снимок показал, что у вас есть камни в почках. Так что придется вам идти к урологу. А внук мой Дима... Не уролог, наверное, да? Нет, уролога, да. Внук мой Дима мне говорит, ой, придется завтра опять, наверное, отпрашиваться. Сегодня отпросился с работы, и завтра придется. Не успел он это проговорить, как этот гастроэнтеролог говорит. Вы сейчас выйдете, и все это он, конечно, на корейском внуку говорит. Идите в такой-то, в такой-то кабинет, показал там, куда поворачивать, и все. Я, говорит, ваши данные все передал уже урологу. Вот это было вообще мое второе удивление. Мы вообще, мы сидели и с ним уже переживали по поводу того, что завтра Диме придется опять отпрашиваться с работы, чтобы меня опять сопровождать. Меня не дети, никто больше не может сопровождать, потому что только Дима хорошо знает корейский язык. Да, и вы знаете, я так удивилась. Дима, ты смотри, тебе не придется отпрашивать, мы сегодня уже пойдем. Пришли к урологу, ну и, в общем, он начал с нами беседовать. У того в компьютере уже все наши анализы, все рентгеновские снимки. Я, кстати, сама видела свой снимок тоже. Вот. Все он посмотрел, много вопросов не задавал. Только я помню, он подошел ко мне сзади и говорит, я сейчас вас буду по спине там наносить удары, где будет больно, вы скажите. И стал мне, сзади мне наносить удары. И когда он справа мне вот сюда вот так нанес удар, я, ай, вот так сразу. Он говорит, ну все понятно, в общем. Ну, подтвердилось. На снимке показалось, что в правой почке у меня камни. И еще я и вскрикнула, когда, значит, по левой ничего, а по правой я вскрикнула. И он вынес вердикт однозначно, если камни, значит, нужно удалять. Мы опять здесь. Ну, я, например, когда вот Дима перевел мне, вот тут же в кабинете я сижу перед врачом, Дима рядышком сидит и вот говорит, что нужно делать операцию. У меня в голове уже тысяча мыслей. Ой, как эта операция положит меня в стационар, будут меня резать. А как я без переводчика, даже с медсестрой не могу общаться. Как это все, 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 все. А он говорит, сейчас идите туда-то, сдайте то-то, сдайте то-то. Сейчас операцию вам будем делать. Тут вообще я, вы знаете, чуть сознание не потеряла. Вообще, как эту операцию делать? Ну, Дима, конечно, он же тоже не знает, что за операция. Вышел и переживает, как это сразу операция. Ну, хочу вам сказать, перед тем, как делать операцию, мне сделали горячий укол. Повели еще в какой-то кабинет там, положили на кушетку. В общем, это горячий укол системнее ввели. И причем сестры делают и все предупреждают, что сейчас вот будет это лекарство вам поступать, что вам будет, в общем, горячо. Если вам будет там очень горячо, вы не переживаете, там, то-да-сюды. Короче, Дима мне сказал, да, все мои кровеносные сосуды проверять, все ли у меня в порядке. Ну, я, конечно, терпела, мне не очень было горячо. Терпела все. Потом, значит, дальше что, меня еще куда-то... В общем, столько меня вчера водили, что я находилась там около пяти часов в общей сложности. И в конце концов меня повели вот в эту операционную, где установлена вот эта вот самая... Я так поняла, это, значит, бесконтактная лазерная установка. Почему я так говорю? Потому что была кушетка такая большая-большая, и там, значит, с правой стороны вот такая подушка какая-то, и на подушку гель вот такой был нанесен. И мне сказали, ложитесь аккуратненько, чтобы гель, в общем, не размазать. И ложитесь, положили меня правильно, укрыли меня, все, надо мной какая-то вот такая вот бандура висит вот такая, руками ничего не трогать. Дима, так как он в качестве переводчика рядом присутствовал, на него фартук какой-то одели, очки ему дали. Я вот так на него гляжу сначала, думаю, это что за мужик рядом со мной стоит? Не узнала я его. Потом, значит, мне говорят, это, немножко ниже ляжьте. И я вот за эту бандуру хотела, чтобы, ну, ухватиться, чтобы мне ниже лечь. А он говорит, это нельзя трогать. Потом, значит, он Диму выпроводил, сам остался, включает какую-то там эту штучку. И я смотрю справа от меня монитор. И я на этом мониторе вижу свои ребра и вижу свою почку. Свои камни. Да, вы представляете, потом он включил эту машину бесконтактно. Я ничего не чувствовала. Да. И включил какую-то штуку, как стало стучать. Значит, звук такой был, как будто молотком стучат по металлу. И он меня сразу предупредил. Руками не дергать, ничего не делать. Руки обе положите. Но если вы почувствуете боль, сразу вот так правую руку поднимите. Но я, да, была такая, знаете, колющая, вот такие точечные, вот колющие такие боли в правой стороне. Но я терпела. Я ничего, я думаю, если такая мне судьба, операцию перенести, я буду терпеть. Ну что там, можно было терпеть, ничего страшного. И это продолжалось около часа. Около часа мне раздробляли эти камни. Я лежу, что я в голове за этот час только не передумала. Думаю, боже мой, это вот чтобы человеку облегчить, чтобы меня не разрезать, чтобы кровь из меня не выпускать. Потом не зашивать, потом бегать на перевязки. Это сколько, да. А тут раз, за час мне все раздробили. Все, вставайте. Мало того, я так удивилась. Этот вот мастер или как его назвать? Какой мастер? Врач. Ну, врач ли или медбрат ли он кто-ли. Взял, оторвал бумажное полотенце и стал мне спину сам вытирать. Я сколько УЗИ проходила у нас там, допустим. Да многие и сейчас проходят. Врач-УЗИст это проделает свою работу. Тут полотенце стоит бумажное. Говорит, вот, вытирайтесь. А он сам оторвал и давай меня вытирать. И причем так тщательно, аккуратно все вытер. Ну, ладно, вышли мы оттуда. Меня медсестра подзывает опять. Дает мне пару перчаток. Перчатки, ну, полиэтиленовые такие. Одноразовые. Да. А я думаю, а зачем мне перчатки? Что мы с собой еще собираются делать? Дает перчатки. Дает мне вот такой пластмассовый маленький стаканчик. И тоже, я так поняла, что это одноразовый стаканчик. И дает мне, посмотрите, что. Сейчас я вам покажу. Дает мне вот такую салфеточку. Это марлевая салфетка. Я так понимаю, она сложена где-то один, два, да, четыре. Восемь слоев. Восемь слоев сложено. Дает и Диме говорит, что сейчас ваша бабушка должна пойти в туалет. Значит, вы хотите в туалет? Я говорю, я нет, не хочу. Она тогда мне наливает стакан воды. Говорит, выпейте. Я выпила весь этот стакан воды. Где-то минут, наверное, пять-семь подождали. И она говорит, а теперь идите. И это мне все Дима переводит. Вы должны сейчас, говорит, помочиться на эту салфетку. Помочиться так, чтобы, ну, моча мимо этой салфетки не вытекала, а именно на эту салфетку. Затем все это в перчатках проделываете. Зачем? Вы ее вот так аккуратненько сложите вот таким образом и в стаканчик, эту салфеточку. И принесете мне. Я, естественно, все так проделала, все сделала, как она сказала, перчатки выкинула туда. Стаканчик обернула туалетной бумагой вот так. И вынесла ей этот стаканчик. Подаю ей в этой туалетной бумаге. А она Диме говорит, а зачем салфеткой обернули? Ну, я Диме говорю, ну, чтобы чистенько было, чтобы не выпачкались. А она говорит, нет, не надо, не надо, говорит. И она тоже в перчатках взяла этот стаканчик и понесла куда-то в свою там лабораторию. А оказывается, это делается для того, чтобы тут же на месте проверить, после раздробления камней... Песок сыпется? Да, сыпется из меня песок или нет. Ой, хорошо. Вот так. Потом, после всей этой процедуры, нас опять вызывает к себе врач. Она, видать, ему передала вот эти вот данные про вот эту салфетку. Вызывает врач и начал опять с Димой разговаривать. Начал говорить. Я, естественно, не Бельмеса, не понимаю, что он там ему говорит. Но наговорил он вот сколько. Посмотрите. Это так называемые рекомендации. Вот он Диме говорит на корейском. Говорит, говорит, потом раз ручкой обводит. Вот так. Говорит, говорит, потом раз обводит. Потом раз обводит. Из вот этих рекомендаций я на мою безграмотность поняла только вот эту строчку. Вот, посмотрите, Кира, покажи вот тут вот. Вот это. Три литра. И только это поняла. Я только три литра поняла. Оказывается, он говорил, говорил, как мне себя вести после этой операции? Что мне надо делать? И в сутки надо выпивать три литра воды. Не меньше. Вот это я поняла. Три литра воды надо выпивать. Потом Дима мне говорит, выйдем, я вам все подробно это все переведу, объясню, что надо делать. Дальше он говорит, врач, что нужно в аптеке пойти и выписать, купить вот эти салфетки. Вот это вот еще не распечатанное. Вот это вот. Здесь пять салфеточек вот таких. Это уже мы, конечно, разрезали вот здесь. Я уже пользуюсь. Вот. Потом, значит, мне обязательно нужны, конечно, перчатки для вот этой процедуры. И я сейчас, чем я сейчас и занимаюсь? Мало того, они сказали так еще. Каждый раз, когда вы сходите, значит, в туалет, когда вы помочитесь, Да, обязательно на эту нужно салфетку. Затем нужно эту салфетку сфотографировать. И через неделю, когда они мне назначили прием, через неделю прийти и показать все эти фотографии. Они хотят убедиться, что на этих салфетках из меня вышло. И сегодня утром Дима с утра уже звонит. Говорит, как ваше самочувствие? Амелида. Песок, а, камни из вас выходят? Я говорю, нет, ничего не выходит. Песок еще не сыпется. Да, еще пока не сыпется. Это вот это. Мало того, выписали мне вот эти лекарства. Вот эти лекарства тоже. Вот я утром после еды уже вот такую одну эту упаковочку выпила. Это в обед после еды. Вот это вечером. Вот это вот. Теперь вот, чтобы мне не путаться, я вот видите, вот так вот. Раз, следующую оторву. После обеда это выпью. Вечером вот это выпью. Это вот, наверное, чтобы воспалительного процесса там не было, наверное, я не знаю. Кроме этого, вот эти еще мне таблетки прописали. Эти таблетки два раза в день, утром и вечером. И ровно на неделю, да? Да, ровно вот дали на неделю, потому что в следующий вторник я должна явиться к нему на прием. Вот. Посмотрят, какие результаты, наверное, опять будут через УЗИ меня смотреть. Я не знаю, что это будет. Вот. И, конечно, я хочу вам вот что еще сказать. Все время, пока я там находилась, так как мы перерывы были там, допустим, воду выпить, подождать, там еще ждали, пока врачи с обеда придут, я все время не уставала, вы знаете, любоваться этой больницей. Мы были на втором только и на первом этаже. Чистота, не сказать, вот не сказать, что чисто, это ничего не сказать, это сверхчисто. Атмосфера. Тишина такая, медсестры разговаривают все вот так вот, только с пациентом, полголоса. Никто не кричит, никто голоса не повышает. Врачи точно так же. Каждый кабинет подписан, там на корейском написано, фамилия и имя врача, какая у него должность, какое у него образование, что он там закончил, какое у него сейчас звание, и так далее, и так далее. Знаете, вот я почему невольно на это обращала внимание, вы меня извините, мои соотечественники, потому что я, живя в Казахстане, еще там находясь, я 10 операций перенесла. И у меня есть что с чем сравнить. Да, в Казахстане тоже очень много хороших врачей, которые знают свое дело, мастера своего дела. Наверное, они мастера своего дела, коль я вот дожила до этих времен, еще не умерла. 10 операций перенести, понимаете, я думаю, но мне жалко наших соотечественников, наших казахстанцев, которые, прежде чем пойти на какую-то операцию, они, вы знаете, круги ада проходят. Я лично прошла вот такой круг ада, когда меня в больнице потеряли мой анализ на СПИД, когда я на глазах операцию делала, потеряли мой готовый, вот такая бумажка, уже готовый анализ на СПИД, и когда меня опять заставляли, в общем, это сдавать, я сказала, принципиально не буду сдавать. Вы потеряли, вы ищите. Потом они не нашли ничего лучшего, как прислать ко мне машину с двумя медсестрами на дом, чтобы у меня дома взять анализ на СПИД. А почему они взяли? А потому что я сказала, я буду до Минздрава жаловаться. Это вы что? Вы где это, в степи, что ли, находитесь, что вы потеряли мой анализ на СПИД? И они вынуждены были прислать ко мне домой машину с двумя медсестрами. Я когда вышла, стоит медсестра, у нее вот такая деревянная вот такая вот коробочка, тут какие-то пробирки, там это и все. Мы у вас хотим анализ на СПИД взять. Я говорю, да? Вы больно умные, говорю. Идите, откуда пришли. Вы, говорю, что вы делаете? Вы почему, говорю, хотите у меня анализ на СПИД взять? У вас, говорю, там, во-первых, говорю, вы кварцуете эти кабинеты. У вас должна быть идеальная там чистота. Вы у меня что? Стерильно. Вы у меня на огороде хотите? Или в квартире у меня взять, говорю? Не буду я сдавать. Хорошо, что мой хирург, Глазунов Вячеслав Николаевич, вошел в мое положение. И тем более, когда я ему сказала, Вячеслав Николаевич, ну вы посмотрите на меня, сколько мне лет, какой у меня СПИД. Ну, мам, СПИД, а могут заразить? А он говорит, да, а он мне говорит, нет, не говорите так, говорит. Бывает у нас случай, когда и пожилые люди, говорит, и в баню ходят еще куда-то, еще куда-то через сприцы, так что вы так не говорите. Ну, ладно, я вам, только, говорит, между нами, я вам сделаю операцию, а вы мне потом, говорит, принесете это, донесете. А дело в том, что у меня уже операция была, дата назначена, а у меня нету анализа на СПИД. Ну, ладно, спасибо ему, доброго ему здоровья, он сделал операцию, все прошло. Но анализа я ему так и не принесла, так и до сих пор нету. Теперь вот такой, значит, конечно, будут люди задавать такой вопрос. Какова же была оплата за вчерашнюю мою операцию? Вы видите, какая я бодрая? А если бы не разрезали, я бы до сих пор лежала бы, наверное, в реанимации. Вот, Кира, покажи, пожалуйста, вот эту верхнюю сумму. 1 миллион 165 тысяч 845 вон. Видно, да? Я оплатила. А, перевела на доллар, это 941 доллар. Я оплатила всего 583 тысячи. Вот нижняя строка 583 тысячи. В переводе на доллары это 450. Вы видите, ровно половину я оплатила. Это все благодаря тому, что действует медицинская страховка. Не ты оплатила, а внук. Ну, внук, ну, моя операция стоит, да. Внук оплатил, конечно. Вот такие дела. Вот. Это только за медуслуги, да? За медуслуги, да. Лекарства в аптеке это 12 тысяч. Ну, ладно, это немного 12 тысяч. Вот, значит, во что мне обошлась эта аппарация. Это все анализы. Это все анализы, осмотр двух врачей, все, все, все. Аппарация. Да, я все. И считаю, что это, ну, в общем, 450 долларов. Ну, судите сами, много это или мало. Для казахстанцев это где-то 200 с небольшим тысяч тенге. 200 тысяч тенге. Дело тут уже не в деньгах. Да, дело не в деньгах. А дело вот в чем. Дело в том. Дело в том. Дело в полдня. Опять-таки, я хочу оговориться. Я не знаю, может быть, в наших республиках сейчас современное оборудование тоже существует. Конечно, потому что я никогда с этим не сталкивалась. Вот. Что вот они не разрезают, делают вот такие операции. Вот. Конечно, я душой переживаю за своих соотечественников, за казахстанцев. Желаю, чтобы у вас тоже было такое медобслуживание. Я наслышана. Я знаю одну лаборантку, она теперь уже на пенсии, не буду ее фамилию, имя называть, которая всю жизнь проработала при больнице в лаборатории. Как они делали там анализы, как они там, когда им надоест, как они там халтурили. Могли все, что угодно написать. Это не в обиду не всем лаборанткам, конечно, но такие случаи бывают. А тут, я еще раз повторяю, я удивилась тому, что не успели взять кровь, уже врачу на компьютер поступают все мои анализы. Я сдала кровь, все, вышло, мне ни бумажки, ничего не дали. Приходим к врачу, у него уже все в компьютере. Вы понимаете? Вот с такими мыслями я сегодня снимала это видео. Пожелать хочу вам, чтобы вы тоже испытали вот такое же. Я знаю, как я долго мучилась, когда мне желчный пузырь удаляли, как я в реанимации лежала, как я не могла перевернуться сбоку на бок. Понимаете? А тут встала и пошла. Ничего у меня не болит. Ничего не болит сейчас. Единственное, что я не привыкла так много воды пить, никогда в жизни не пила. Я только, ну, чай утром обетала. Три литра в сутки. Я теперь думаю, вот это для меня самое страшное. Как я три литра выпью. Вот у меня тут полтора литра уже отлито. Полтора литра. Вот я с утра уже, видите, выпила 750. После обеда еще надо? После обеда надо еще полтора налить и выпить кровь из носу. Но это помогает. А еще рекомендация вот здесь, вот среди вот этих рекомендаций, еще одна рекомендация, чтобы физически активироваться, чтобы эти камни, песок, чтобы выходил. Ну, как я могу пожилой человек активироваться? Ну, ходить только. Ну, на массаже. Велосипед. Да. Массаж могу. Да, велосипед могу крутить. Вот такие мысли, вот такое мое видео. И спасибо тем подписчикам, которые сразу заметили, что я куда-то пропала. Представляете, не успела я на сутки попасть, и уже подписчики заметили. Спасибо вам большое, что вы вот такие внимательные. Вот. Ну, дай бог, все будет хорошо. Через неделю, во вторник опять схожу на прием. И, конечно же, с вами поделюсь, что мне сказали и как я себя чувствую. Чтобы у вас тоже точно так же все было хорошо. Вы представляете, операция на почках, я на второй день уже видео записываю. Ну, это вообще. Да? Так. Пока-пока. Пишите свои отзывы. Не обижайтесь, пожалуйста, казахстанцы на меня за то, что я имела такую вот неосторожность сравнивать, что ли. но я вспоминаю, как я эти анализы сдавала, как они меня по всему городу гоняли. Вот. Ага. Так что я уже попрощалась с вами, но еще раз хочу вернуться. Многие меня поддержат, казахстанцы, мои соотечественники, которые испытали то же самое, что и я. Дай бог, чтобы этого не было. Пока-пока. До свидания. Пишите отзывы. Пишите отзывы.